Если вы ни разу не попадали в автомобильную аварию, то вам повезло. Однако стоит подумать о мерах предосторожности. Сегодняшняя ситуация на дорогах требует установки видеорегистратора. Что это за устройство и чем оно может помочь при ДТП, разберемся сегодня. Видеорегистраторы появились сравнительно недавно. Эти компактные устройства в случае каких-либо происшествий на дорогах позволяют доказать свою невиновность. Особенно если отсутствуют свидетели. Для чего же это нужно? Зачутились во многих случаях автоподставы, соответственно аварии, где водитель не всегда может доказать свою правоту. И именно вот эти устройства были изобретены на помощь автолюбителю. Что он может? Соответственно, это в принципе портативная видеокамера, которая может фиксировать и скорость при наличии GPS-приемника, и соответственно именно запись движения автомобиля. Угол обзора видеорегистратора чаще всего составляет 120 градусов. При этом в поле зрения будут попадать машины в боковых рядах дорожной знаки и обочина. Более узкий угол обзора не рекомендуется из-за того, что в зону обзора не попадут события, происходящие рядом с автомобилем. В свою очередь, очень широкий угол будет выдавать картинку с искажениями и очень мелким изображением. По функционалу, то есть есть модели, оснащенные G-Shock, то есть если какой-то удар, то запись начинает писаться быстрее, либо она начинает писаться, быстрое реагирование регистратора, так как у них устанавливается, если цикл записи, то регистратор начинает снимать с интервалом, если появилось движение в экране, минута 3, 5, 15 интервала цикла. Но это все зависит от модели регистратора, прошивки его, ну и, соответственно, от цикла. Если мы не ставим цикл, он пишет постоянно все. Необходимо упомянуть о еще одной не менее важной характеристике – разрешение и четкость записи видео. Чем выше, тем качество картинки будет лучше. В некоторые модели встроен датчик скорости. По разрешению видеозаписи, соответственно, бывает HD, максимально это Full HD разрешение, то есть очень хорошее разрешение, которое можно и даже на телевизоре просматривать, там плазма, ЖК. Также функции, как я говорил, GPS, то есть фиксация скорости. На некоторых моделях есть функция, именно вот на этой модели конкретно, и GPS, и в память заложены данные о камерах стационарных, которые фиксируют скорость. То есть, когда мы приближаемся к этой камере, при включенном GPS, он просто сообщает, что вот через какое-то, не время, а через какое-то расстояние, то есть 300 метров, будет стационарный пост, то есть снести скорость. То есть это удобно, во-первых, и в некоторых случаях заменяет радар-детектор. Крепится, опять же, на стекло, желательно место установки – это под зеркало заднего вида. Такому устройству требуется карта памяти, куда будет записываться все то, что происходит на дороге. При ее выборе нужно учитывать не только объем, но и класс. Соответственно, чем выше качество изображения, тем больше памяти занимает видеозапись. Они записывают как видео, так и звук, то есть сериозвук. Также для удобства ночного времени есть подсветка диодная, то есть которая именно в сумерках определяет, можно увидеть номер автомобиля. Куда же пишется память? Память бывает, то есть и microSD, и SD. Соответственно, для видеорегистратора лучше подобрать класс 10, минимум 6. Меньше 6 класса регистратор не будет работать вообще. Он напишет, что карта либо неисправна, либо ставьте другую карту, не подходит. Если ставить цикл записи, то гигабайт 16 хватит где-то часа на 4 видео, 3-4 при максимальном разрешении Full HD. Соответственно, 32 – это где-то порядка 6 часов в среднем. Ну, функция перезаписи, она позволяет вам сэкономить на карте. Режим просмотра тоже в них есть, как и просмотра, так и удаление каких-то объектов. Вот, режим фотографии, то есть если нужно снять какой-то объект, то можно без проблем это сделать. Видеорегистратор работает на аккумуляторных батареях. Их заряда хватает примерно на полтора-два часа работы. Справиться с этой проблемой можно, подключив устройство к прикуривателю автомобиля. В информационном портале Volga News в разделе «Гид потребителя» можно более подробно ознакомиться с тем, на какие технические характеристики необходимо обратить внимание при покупке видеорегистратора. Согласитесь, видеорегистратор – это не просто игрушка, необходимая для каждого автомобилиста девайс. Желаю вам безопасных дорог. Увидимся в эфире. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok